Я должен быть честен здесь с Вами. У меня внутренняя борьба того, что я должен говорить дальше. Хотя, возможно, следующее, о чем я буду говорить, не имеет прямого такого отношения к лидерству. Но у меня такое сильное чувство, что Бог меня просит поделиться об этом с Вами. Поэтому не знаю, будете ли это использовать на видео, потом. Ну, посмотрите. Как я сказал уже, можем планировать и делать то, что мы чувствуем, что надо сделать, а также во всякое время должна быть чувствительность к тому, что говорит Дух Святой. То, что я буду говорить больше имеет дело к Вашей личной жизни и тому, что может повлиять на Вас. Поэтому, возможно, это не так принципы лидерства, но те принципы, которые понадобятся в Вашей жизни по мере Вашего продвижения дальше. И особенно, если Вы лидер. Это послание, эти слова, я говорил лидерам. Сколько я очень чувствовал, что Бог меня просил это сделать. Это называется сила давления и сила горшков. Мы начнем с 2 Коринфянам 4,7. Но это сокровище мы носим в гривенных сосудах, чтобы эта избыточная сила была приписана Богу, а не нам. Это было очевидно. Когда я учил на эту тему, то я брал 2 глиняных кувшина. Один кувшин был красивым, и он сделан был, можно сказать, китайский фарфор. Второй тоже был сделан из глины. Ну, просто обычный горшок или ваза, и я разбил ее. Разбил молотком. Поэтому та ваза была разбита, сокрушена. Трещина там. Поэтому представьте себе такую картину в своем разуме. Красивый кувшин, красиво украшенный, декорированный. Второй с трещинами, немножко надчеребленный. И когда мы читаем эти стихи, то мы видим две вещи. Первая – это описание настоящего человека, человечества, человека, именно такого, каким Бог его создал. И это, можно сказать, состоит из двух элементов. Во-первых, человечество описывается как сосуд. Не знаю, отождествляете ли вы себя, думали ли вы о себе как о сосуде. Но это фундаментальная концепция в Писании, в отношении человечества. Для чего наши сосуды? Возможно, это очень просто звучит. Но очень важно иногда, чтобы мы о простых вещах помнили. мы можем попытаться впечатлить других людей нашими знаниями, всем тем, что мы знаем. Но как сам Павел говорил, я хочу придерживаться простоты Евангелия. Поэтому очень важно, чтобы мы возвращались к простым вещам. Для чего наши сосуды существуют? Они созданы для того, чтобы что-то содержать внутри. Это должно напоминать нам, что в нас должно быть что-то внутри. Есть нужда у нас, чтобы мы что-то носили в себе. Как возможно, различные сосуды в вашем доме есть. Чашки, тарелки, миски. Каждая из них создана для того, чтобы что-то внутри содержать. Тарелки для супа. Или тарелки, чашечки для десерта. Потому что существуют всевозможные виды. Так же, как всевозможные виды людей есть. И каждый из них создан для того, чтобы что-то внутри себя содержать. И если нет ничего, то они просто пусты. Иногда мы можем быть пустыми. Нам следует найти значение и то удовлетворение, которое Бог может дать. Второй факт в отношении сосудов. С библийской точки зрения. И как в вашем доме существуют различные сосуды, созданные, сделанные из различных материалов. Пластик, металл. И когда Библия говорит о сосудах. Она говорит всегда о глиняных сосудах. Земных сосудах. То есть, это единственный вид сосудов, который они знали. Возможно, были какие-то еще деревянные. Но в Писании почти всегда говорится о земных сосудах. Сосуды, сделанные из земли. Праха. Если вы возвращаетесь в Писании, в Писании, в первой главе. Создание человека. Где сказано, что Бог создал человека из земли. И как вы говорите, это значит глина. Красная земля. И мы, как люди, себя считаем созданными из плоти и крови, когда Бог создал нас, Он создал нас из земли. Из очень обычного материала. Он не сделал нас из золота. Из бриллиантов. Он не сделал нас из металла. Но из земли. Само по себе никакой ценности это не имеет. Только та ценность, которую мы приписываем Ей. Это вообще ничего претензионного не несет в себе. И иногда мы читаем об этом, это может нас самих смирить. Зачастую нам нравится думать о себе как о очень умных и замечательных творениях. И в определенном смысле это так и есть. Но с другой стороны мы созданы из земли. И это смиряющий факт. Из чего-то незначительного, неважного. Ничего важного, неважные куски глины. Конечно, существуют вообще различные виды глины. Может быть, некоторые из вас можно отнести к той глине, которая делает китайскую керамику. Вы красиво выглядите. Но в то же самое время вас очень легко начерпить. Очень красивая текстура. Но в принципе, ничего особенного, только это просто глина. Некоторые из вас, возможно, похожи на глину, иссушенную солнцем. Не очень красиво, не очень привлекательно. Я не знаю, видели ли вы, есть такие горшки, ну, кувшины, которые делают в Южной Америке, в Мексике. Просто сформируют какую-то форму, а потом под солнцем высушивается это. И очень некрасиво это выглядит. И они также начерпливаются, если вы ударите. И некоторые из нас тоже могут быть такими. И здесь, в этом отрывке, очень реалистичный взгляд на человеческую жизнь. Сам сосуд по себе никакой ценности не несет на то, что находится внутри этого сосуда. И это также можно провести аналогию со словами Павла из Галатам. В Галатам 6, 3. Если кто-то думает, что он что-то, когда на самом деле он ничто, то он сам себя обдуривает. Это библейская картина человека. Также Писание говорит, что мы драгоценны в глазах Бога. Исайя 43, стихи 3 и 4. Я Господь ваш Бог, Святой Израиль, ваш Спаситель, ваш Ишуа. В Египте я дал за ваше искупление. Также Эфиопию. Поскольку вы были драгоценны в моих глазах, вы были почтены, и я возлюбил вас. Поэтому я дам народ за вас, людей за вас и народы. Поэтому, с одной стороны, у нас очень реалистический взгляд на то, кем мы являемся, мы просто сосуд глиной. Однако в то же самое время Бог говорит, что этот глиной сосуд очень драгоценный. Иногда мы так на людей будем смотреть. Мы смотрим на кого-то, кто красиво выглядит. Мы уважаем их. И смотрим на кого-то, кто не очень привлекателен. И мы думаем, зачем я вообще должен время на него тратить? Возможно, я рассказывал вам уже эту историю. Но я повторюсь, потому что это очень хороший пример к этому. Один был преуспевающий бизнесмен, и у него была проблема с алкоголем. И он не мог избавиться от него. Это уничтожало его брак, его бизнес. И он пошел к одному человеку поговорить об этом. И сначала человек подумал, тут никак не поможешь в этой ситуации. Он вообще за пределы всякие вышел. Физически он также уничтожил себя. Однако Господь сказал, тебе нужно вскормить этого человека. И понадобилось много времени. Многие годы понадобились молитвы, общения, разговоров. И в конце концов, этот человек стал верующим в Ишуа. Произошло восстановление его брака. И снова рост его бизнеса. И Бог его использовал в своем царстве. И это был урок. То, что мы считаем иногда как безнадежным, Бог может изменить. Бог может сделать чудо. Мы драгоценны в Его глазах. И видите, насколько картина усложняется в христианской жизни. Павел говорит, в этих глиняных сосудах есть сокровища. И он говорит, Сокровище носим в глиняных сосудах, чтобы преизбытывающая сила была приписана Богу. Это слава христианской жизни. Это то человечество, которым Бог его создал. Сам сосуд по себе ничто. Но он содержит в себе неоценимое сокровище. Сокровище, которое невозможно оценить. Он говорит о реальности. О реальности чего-то настоящего, что есть сокровище. Сокровище, которое мир бы заполучил любимыми способами. Это сокровище, потому что это сила. Превосходящая сила. Преизбыточистующая сила. Это значит, что это вообще превосходит рамки понимания. Рамки обычного выше нас вообще. Что-то, что вдохновляет нас. Что-то необычное. Это необычная сила. Потому что сила сама по себе может разрушать, разрушать и искоренять все. И взрывать все. Сносить, разрушать, разбивать. Но эта сила это необычный вид силы. Это вид силы, который объединяет, гармонизирует все, собирает вместе, разбивает барьеры и любую стену, которая разделяет так же. Это сила, которая изменяет жизнь или общество изнутри, а не снаружи. Это настоящая перемена. Теперь я встану. Мы нуждаемся в этой силе внутри нас. И она должна быть внутри нас. Ничто не сможет изменить вас снаружи. То, что внутри вас только сможет вас изменить. Знаете ли вы какую-то похожую силу подобную? И в отношении этом у Евангелия нет никакого подобного конкурента. Нет ни одной другой философии. или же подхода к жизни, которая может хотя бы близко сравниться с этим. Она полностью уникальна. И настолько она велика, поскольку эта сила на самом деле может изменять мужчин и женщин. И когда мы имеем отношения с Словом Годи, с Евангелием, это следует помнить. У нас есть послание, в котором есть сила изменять, вносить перемены. Божье Слово творческое, как говорится в Бытие. Бог сказал, и был создан мир. Это было произнесенное Слово Бога, с помощью которого все начало быть, существовать. Я этого не понимаю, но каким-то образом Божье произнесенное Слово с помощью него все начало существовать. Единственный пример, который я могу вспомнить, чтобы проиллюстрировать это, то, что говорят французские ученые. французские ученые, он экспериментировал со звуком. Он разработал такую машину, которая и направляла эта машина звук на какой-то предмет. Интересно, он использовал в своем эксперименте иврит для этого эксперимента. Не спросите меня, почему я не нашел это в информации. Не спросите меня, почему он это сделал, потому что я не нашел это в информации. Можете даже не спросить, почему, просто там не сказано, зачем иврит он использовал. Он знал, что в иврите каждая буква это звук и это цифра. И он взял звуки иврита И он спроецировал эти звуки из этой машины на тарелку, которая потом вибрировала. И на этой тарелке он поместил песок, насыпал. И проектировал этот звук на тарелку. И знаете, что произошло? Этот песок собрался и получились буквы иврита. На иврите, которые он проецировал. Если не верите мне, можете в интернете пойти, и вы найдете картинки. И он так же сделал это с другими, буквами алфавита, и так же были сформированы те буквы. Бог сказал. И было создано. И каким-то образом это все так же на иврите было. Звук буквы создает свою форму. Или создают форму буквы. И то послание, которое у нас есть, настолько сильное, настолько жизнеизменяющее, что нужно это помнить. И как вы знаете, это тайна, это Христос, который живет в нас. Это тайна к этой силе. Так как и апостол Павел говорит очень честно Галатам. Галатам 1, 25, 26, 27. Галатам 1, 26, 27. Тайна, скрытая на протяжении поколений, на протяжении веков, и теперь открытой людям, что Он отделил Себя. И Он им открыл, насколько велика среди язычников славное богатство этой тайны, этого сокровища. И тайна такова, что Мессия соединился вместе с вами. Другими словами, Он внутри вас. То есть Христос в вас. И в этот момент, если бы у меня были эти два кувшина здесь, для примера, то я бы взял свет и поместил бы свет, фонарик, внутрь этого разбитого надчебленного сосуда с трещиной. И поскольку там трещина есть, то этот свет проник бы через трещины. Иногда мы очень боимся своих трещин. И боимся своих несовершенств. Однако, несмотря на это, Бог может и это использовать, показать, что Его сила может изменять. Может что-то делать, что-то делать, иначе бы вы это просто выкинули в мусорник. И это поможет показать Его славу. И что это настолько чудесно. Божья слава, которая сияет через вас со всеми вашими несовершенствами и слабостями. Если бы мы были сильными, если бы мы были идеальными, то, возможно, люди бы не увидели Его славу. Иногда я также боялся своих трещин и несовершенств. Боялся признать свои слабости. Но Бог излечивает меня от этой гордости. И помогает мне быть честным. И чтобы я сказал, у меня нет всего, но у Него есть. И поскольку Он живет во мне, я могу делать то, что я делаю. Вы не знаете меня. Вы не знаете мои слабости. Их много. Но Бог благ ко мне даже. И может Он использовать всех нас, если мы позволим Ему войти в нас. И как и тот кувшин. Допустим, у меня есть кувшин, у меня есть снабик. И сказать, этот свет должен пропасть внутри этого кувшина. И только единственный способ, как это может произойти. То есть, верхушка эта кувшина уже разбита, я поднимаю вверх кувшина. То, что я сделал, я разбил кувшин тогда. И опустил туда фонарик и снова накрыл верхушкой. И так, что можно было видеть, как свет сиял. И нам нужно открыть себя. И нам нужно открыть себя. Сказать, да, будь этим светом внутри. И будь внутри меня и соединись со мной. Есть это сокровище. Христос в вас. Ишуа в вас. У нас это сокровище в этих земных сосудах, и Бог так хочет это. Бог дал это пораженному, слабому, порочному человеку. Мужчине и женщине. Чтобы это стало доказательством. Доказательством того, что сила не происходит из нас. И это сила не результат сильной личности. И природы нашей такой, которая экстраверта. Или же очень образованного ума. Но это то, что происходит от присутствия Божьего в нашем сердце. Поэтому Бог любит нас. И ему нравится призывать таких людей, как мы, таких глупых, тупых, слабых людей. В наших всех слабостях. Чтобы наполнить нас. Чтобы Его жизнь проявилась в нас. Это Божья благодать. Это то замечательное, что Он делает. И если мы хотим испытать эту жизнь в Нем. Нам следует это знать. И нужно это принять. В следующих двух стихах. То есть, в 2 Коринфянам 4, 8, 9. Это, можно сказать, опыт христианской жизни. Возможно, не такая жизнь, которую мы хотели бы. Но это пример христианской жизни. И Он продолжает дальше. У нас всевозможные трудности. Но мы не сокрушены. Мы недоумеваем. Однако не отчаиваемся. Мы гонимы. Но не оставлены. Незлагаемы. Но не погибаем. Похожа Ваша жизнь на это? Моя иногда так и бывает. Это жизнь, не так ли? Все это давление, которое приходит в жизнь каждого человека. И в христианской жизни они также приходят. И проблемы, и давления похожи на это. Страдания. И о чем же Павел говорил? Естественные трудности, с которыми встречается каждый человек. Как христиане, так не христиане. Например, ломается Ваша стиральная машинка в понедельник. Я молился за стиральную машинку, и это помогло. Но в большинстве случаев, или Ваша теща приезжает именно тогда, когда Вы ее не ждали. Болезнь. 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 Сердечные проблемы. Это все происходит, это естественно. Иногда каждый день. Какие-то умения. Или же давление, которое заставляет принять какое-то решение. Мы не знаем, что нам избрать. Мы не знаем, как дальше идти. Мы как бы потерялись. Мы не знаем, как это все обратиться. У нас влияет страх, беспокойство, переживание, неуверенность, неопределенность. Все это можно этим словом назвать как недоумение, гонение. Эти недопонимания, с которыми мы также встречаемся. Так же отверженность. То, что было сделано против нас. Отношения других по отношению к нам. Какие-то нападки на нас. на нашу репутацию. И многое другое. Несправедливые отношения. Все это может встречаться в вашей жизни. И, наконец, катастрофы в жизни. Все то, что происходит внезапно. То, что горяет просто. Гром с ясного неба. Это происходит в ходе в нашу жизнь. Несчастные случаи. Фатальные болезни. Войны. 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 Все то, что потрясает человека, либо полностью семью. И то, что может нас полностью запугать. И, в общем, в растерянности останется. Независимо от того, нравится вам или нет, все это также является частью, естественно, христианской жизни. Естественно, христианской жизни. И какова же наша реакция? И это важно. И Паул говорит, И как в понимании Павла, мы притесняемы, но не стеснены. Мы не излагаемы, мы не разрушены. Мы можем позволить тому, чтобы это нас уничтожило. Но не этого хочет Бог. У Него есть другой план. Мы в недоумении. Однако мы не отчаиваемся. И мы знаем, откуда наша помощь приходит. Мы гонимы, но Бог не оставил нас. Мы не излагаемы, но мы не полностью уничтожены. Есть эта сила внутри, превосходящая, преизобилующая, она отличается от чего-то другого, которая также изнутри, она как бы толкает нас изнутри против всего того, что снаружи нас толкает, для того, чтобы мы не уничтожены, и не уничтожены были, и не сокрушены, и не были в отчаянии. И Павел, в принципе, описывает, на что должно быть похоже на христианское жизнь. Да, мы сами по себе не можем это сделать. Но если Христос живет внутри, если эта сила находится внутри, то тогда мы сможем. Есть сила внутри, которая толкает изнутри нас, помогает нам. И, возможно, все мы проходили через это. Мы знаем, что это истина. Мы знаем, как Христос может помочь нам во времена трудностей. И обычно это что-то великое, что-то большое. В чем-то таком абсолютно трагичном. Но суть вообще в следующем. Что это должно быть что-то постоянное в нашей жизни. Постоянный опыт. И то, что Павел хочет донести, нам нужно реагировать давлением с соответствующим давлением изнутри нас. Не только в большом чем-то, но также и в маленьком. Наши семьи должны быть другими, должны отличаться, поскольку это окончательное испытание, проверка нашей духовности. Это не только дом и не только те люди, которые живут в этом доме. Но сам дом. Я объясню, что я имею в виду. Мы отложили, можно сказать, людям другим дали, чтобы они пожили в доме наш месяц, пока мы уехали. Когда мы возвращались, они спросили нас, что в этом доме? Я никогда так хорошо не спал за всю свою жизнь. Мы с женой не ругались, и мы провели хорошее время. Я сказал, Божий Дух живет в этом доме, поскольку мы Его пригласили. Вот в чем разница. Это то, что можете ощутить. Невозможно всегда объяснить. И Бог хочет, чтобы мы это испытывали постоянно, продолжая. Постоянно встречать эти давления внешне. Встречать посредством той силы, которая внутри нас. Другие наблюдают за вами. В частности, как вы живете дома, в семье. И они ожидают и видят, будет ли вы отличаться. Именно это заставит людей измениться. И не так сильно ваши слова иногда. Просто то, кем вы являетесь. В чем разница вообще? В чем секрет? Как ваша жизнь постоянно может проявлять этот стиль жизни? И в 10-11 стихах апостол говорит ответ. Он говорит. Благодаря Всегда в своих телах мы наносим смерть Яшуа. Чтобы жизнь Яшуа проявилась в наших телах также. Поскольку мы, те, кто живы, всегда распинаем себя умерщвляем себя ради Яшуа. Чтобы жизнь Яшуа также проявилась в наших смертных телах. 2 Коринфянам 4, 10-11 Вот какие факторы здесь. Первое – это внутреннее отношение, с чем нужно согласиться. Это 10 стих. Второе – это внешнее, то, что мы делаем. Это 11 стих. Еще можно повторить. Поскольку мы всегда наносим в своем теле смерть Яшуа. Чтобы жизнь Яшуа открылась в нас, в наших телах, в нашей обычной, каждодневной жизни. И мы, кто жив, всегда передаем себя до смерти ради Яшуа. Чтобы жизнь Яшуа также проявилась в наших смертных телах. И результат такой же самый. Каждый стих завершается этими словами. для того, чтобы жизнь Яшуа проявилась в ваших телах. Чтобы жизнь Яшуа проявилась в наших смертных телах. Дело не в нашей вечной жизни. Это не в нашей вечной жизни. Но все это имеет отношение к жизни, которой мы сейчас живем в этом мире, в этом месте. Тайна в смерти Яшуа. Смерть Яшуа на кресте. Ключ к тому, чтобы испытать жизнь Яшуа, это смерть Яшуа. Ключ к тому, чтобы найти славу это сокровище вскрытого внутри. Чтобы жить жизнью Яшуа сейчас приходит через значение, понимание и принятие смерти Яшуа. У креста была только одна цель. Чтобы упразднить злого человека, грешного человека. И, возможно, это как-то необычно. И необычно, если говорить о Яшуа. Потому что мы не можем представить Его как нечестивого, грешного. Но, как мы помним, что говорит Писание. В той же книге, 5, 21, 2-й коринфянам, там говорится, что Он стал грехом за нас. Когда Он стал, как мы, как мы ему, а мы грешны. То есть, Он стал грехом за нас. Он понес наши грехи. Он стал, как мы. То ничего Бог не мог сделать, кроме как умертвить Его. И Он завершил это, покончил с этим. И это же Бог пытается сделать с нами. Прекратить эту греховность. И это часть нашей зависимости от Христа. Мы не можем это сами делать. Он хочет, чтобы мы все это прекратили. Привели это к окончанию и к смерти на Христе. И крест убивает гордость и эго. И факт в том, что даже когда мы поступаем, хорошо делаем правильно, то мы хотим везде трубить об этом, рассказывать об этом. Но это нужно умертвить. Тайна к тому, чтобы испытать жизнь Ишуа, это отношение внутреннее, которое приветствует крест. И также соглашается с радостью в том, чтобы наше эго было распято. Когда мы так делаем, то жизнь Христа будет сиять через нас. И что можно еще найти второй фактор в одиннадцатом стихе? Пока мы живем, всегда предаем себя смерти. Это отличается от первого. Первое – это наше отношение. Первое – это то отношение, то, что мы принимаем. Но это пассивное. Второе действие – это пассивное. Это то действие, где мы объектом являемся. Мы преданы смерти. Это относится к обстоятельствам, испытаниям, давлениям, тем, которые Бог проявляет в нашей жизни для того, чтобы заставить нас опереться на Ишуа. И очень часто мы чувствуем, как будто умираем. «Господь, что происходит со мной? Это вот так ужасно. Меня это просто убивает». Это же Бог и делает. Он убивает себя. Убит себя для того, чтобы вы зависели от Него. То есть это смертная премьеводность в нас, которая приходит через эти обстоятельства. И апостол в восьмом стихе говорит, «Братья, хочу, чтобы вы знали о тех испытаниях, которые были в Асии. И о том бремени, которое было на нас, оно было выше того, что мы могли поместить. И мы даже отчаялись, даже не думали, что пройдем через все это. И в своих сердцах мы думали, что мы приговорены к смерти». И говорит он, «Однако, цель всего этого в том, чтобы не полагаться на себя, но на Бога, который воскрешает мертвых». И это одна из причин, почему мы проходим трудности, давления и проблемы. Мы преданы смерти для того, чтобы надеяться только на Него. Не всегда это приятно и легко, но это произведет в нас это полагание на Него, чтобы это скрытое сокровище внутри смогло прорваться, и мужи и жены могли увидеть его. И это будет благословение для нас, укрепление. И поэтому в 12 стихе Павел завершает талант. Он говорит, «Смерть действует в нас, а жизнь – в Вас». Аминь!